Ну, извините, Владимир, просто я не могу не пофантазировать вдруг на эту тему. Мне мгновенно представилось, что сейчас вот все это братья ФСБшная, но там в Украине, где они есть, там уже все чисто, там уже весь металлолом вывезен, все зерно, которое было в прошлом году вывезено. И тут, значит, африканское наследство пригожено. Они все побегут туда делить, а кто же в Украине-то воевать будет? Так это же может влияние на фронт оказать. Ну, с точки зрения, если мы говорим про спецслужбы и про наемников, то, конечно, для них намного безопаснее ехать туда, где всерьез никто противостоять не может и где большие шальные деньги. А ехать в Украину воевать, ну, с той стороны подготовленная вооруженная до зубов последними технологиями армия, которая с каждым месяцем только становится все мощнее и мощнее с точки зрения вооружения. Туда ехать это просто опасно. Хаммерсы прилетят, там другие виды ракет и так далее. Ну, а понятно, что сейчас очень многие наемники стремятся попасть именно в Африку, потому что, с одной стороны, вроде как задача государственной важности – помочь генералам и Путину не потерять то, что выпало из рук усопшего, убитого. А с другой стороны, конечно, подальше от Хаммерсов и от ВСУ, которые по головке не погладят. Да, поэтому и как раз и редут, и те, кто так или иначе были оформлены от редута через 45-ю бригаду спецназа ВДВ, они сейчас все, в общем, планируют, хотят и плавно перемещаются в сторону Африки. Как раз я и говорю, что здесь новый фронт у них образовался, у этой системы. Системе нужно что-то пожирать. В Украине они завязаны, они идти дальше не могут. Дальше продвигаться, во-первых, ежесуточно они будут гибнуть тысячами, а во-вторых, а что они там ценного-то захватят? А там прииски, алмазы, копи какие-то, шахты и так далее. Вот они придумали себе эту историю. А вот что там? Потому что это очень важно то, что вы сказали. Мы еще не все наследство обсудили. Значит, есть наследство в виде разных компаний, которые здесь получали контракты. Вот я слыхала, что две трети контрактов Москвы на питание школьникам, оно перезаключено именно было с компаниями Пригожина. Но это мы видим неважно, потому что сейчас эти компании кому-то отлетят. А своим номиналом, а те найдут крышу. Есть Африка, и как я понимаю, вы хотите сказать, что там генералы будут решать одно дело, если это достанется генералам, а другое дело, если это достанется, условно говоря, Тимченко, то есть считай тому же Путину. И, соответственно, чувства генералов могут быть разные. Вот в Африке что именно есть? Потому что мы все слышим про какие-то кровавые алмазы, какие-то нефтяные поля. А чего там конкретно? Ну, весь список у нас эфира не хватит перечислять. Но еще раз, речь идет о местах, о месторождениях золота, которые им подконтрольны. Есть там, где добывают редкоземельные металлы, которые в том числе используют в атомной промышленности, и в мирной гражданской, и в военной. Есть как раз алмазы, которые потом обрабатывают, получается из них бриллианты, ювелирные украшения. Есть нефтяные и газовые месторождения. Есть какие-то лесные массивы, которые добываются. И там достаточно серьезные активы были, которые были подконтрольны, пригожно. И же с ним целому ряду генералов Главного управления Генштаба, ГРУ. Потому что они все это по отчетам наверх указывали, что это якобы вот такая внешняя экспансия, так необходима для целей и задач. А по сути дела мы понимаем, что все это было методом наживы. Соответственно, они слетели, их позиции утрачены. Некоторые из них отстранены. Кого-то из них, я не удивлюсь, если до конца года там целый ряд фамилий генералов ГРУ и Генштаба, которые курировали так или иначе, Пригожина и Чавыковагнар, что с ними что-то вдруг начнет один за другим случайно происходить. Не обязательно в бизнес-джете, но на дороге, в лифте, в скользкой ванной и так далее. А на это место придут совершенно другие люди с четким намерением все это забрать под контроль, перераспределить свою пользу. И сейчас этот процесс уже начался. Поэтому, что касается африканских активов и того, что у Пригожина оформлено в России, в Санкт-Петербурге, в Ленобласти, все эти дворцы и так далее, но сейчас будет очень показательная вся эта история, как, куда это будет распределяться. Но самое важное здесь озвучить эту следующую мысль. Понятно, что олигархи и генералы. Важно, чтобы вот эти вот дурни, которые там его наслушались, во что-то поверили, чтобы они прозрели. Речь идет, я просто надеюсь, что хотя бы через это как-то до них достучаться, чтобы они поняли. Вот они наслушались Пригожно, наслушались Путина, ринулись на войну, убивали огромное количество ни в чем невиновных людей, которые защищали свою родину. Расстреливали, убивали россиян, которые отказывались воевать во всем этом. Но сейчас они должны, наконец, уже, мне кажется, это последняя стадия, когда им самое последнее время, когда нужно прозреть. А во что они верили, кому они служили, ради чего они все это сделали. Утопили в крови целые города, чтобы что? Чтобы какая-то девчушка осталась со своей мамой во дворце, а какие-то там генералы прибрали все это к рукам. То есть вот сейчас происходит в этой части крах сознания тысяч боевиков, наемников Чувака Вагнер. Еще раз подчеркну, их сейчас очень четко, там, последние два месяца прорабатывали. Кого-то наиболее адекватных позвали в редут, а кого-то, там же после 24 июня, Андрей Трошев, который был до последнего, там, многие годы подряд, там, правой или левой рукой одной из рук Пригожина, и был таким посредником между ФСБ, администрацией президента и Пригожина, Седой одним из самых первых сбежал, и вместе с ним побежали те, которые являлись одним из основных элементов Чувака Вагнера. Сбежал начальник отдела кадров Чувака Вагнера с позывным «Хрусталь», который многие годы подряд сидел в штабе в Молькино, и которого практически все наемники прекрасно знают. Именно через него проходили назначения, утверждения и так далее. «Хрусталь» сбежал со всеми базами данных, со всеми архивами, со всеми списками, и они сейчас с Трошевым, согласованно со спецслужбами, с Лубянкой, со Старой площадью, создают то, у чего сейчас есть рабочее название – ЧВК «Русь». Ну, для того, чтобы, в общем, им что-то рассказывать про русский мир и так далее, но для того, чтобы они каким-то образом откололись от ЧВК. Поэтому, в общем, через несколько месяцев ЧВК «Вагнер» – это будет такое печальное зрелище. 3-5%, что, возможно, этот какой-то, скажем так, бренд все-таки сохранят, но уже 100% возьмут под контроль спецслужб. 90-95% скорее всего, что его будут обнулять, и впереди нас ждет новый сезон осенью, о развенчании культа личности Пригожина, Уткина, расследовании целого ряда преступлений, которые совершались ЧВК «Вагнер» в Украине, в том числе, когда речь идет об убийстве более 100 россиян россиянами в качестве казни за отказ выполнять преступные приказы. В том числе, очевидно, будет дан ход расследованию по экономике, и там, где какие-то нынешние номинальные учредители и директора, они не найдут общего языка с ФСБ, вот по ним будут реализовываться, будут вскрываться немыслимые дельты, схемы обналичивания, легализации, они отправятся в СИЗО. А те, кто сейчас договорятся с ФСБшниками, те, наверное, будут в их сторону работать и делиться с ФСБшниками этим. Но еще раз подчеркну, самые вкусные активы, самые дорогие, конечно же, заберут персонажи, приближенные к Владимиру Путину. Лахта, медиаимперия Пригожина, кому достанется? И достанется. Ну, они, вот я наблюдаю, последние несколько дней ребята деморализованы. Вот я смотрю, что они постят, то есть они как бы продолжают как-то вот ехать, и они сами до конца еще не верят в то, что все уже, как бы этот трест, который лопнул, колосс на глиняных ногах, и это произошло то, о чем я еще сказал в самом начале мая. Тогда многие из пригожинцев прочитали то, что я сказал, я им прямо сказал, что это the end. Но тогда как бы они это не восприняли, или подумали, что я имел в виду те хаймерсы, которые на следующий день прилетели, уничтожив офис особого отдела и службу безопасности Пригожина. А на самом деле уже тогда было понятно, что принято решение, и их будут обнулять. Сидят, думают, что им делать. Ждут вот этой недели, которая сейчас придет, и будут ждать каких-то вводных. Кто-то наверняка под управление внутренней политики прыгнет с какой-то бригадой троллей, ботов, и вот этих вот ребят, которые за зарплату пишут всякие разные пакости. Кто-то будет искать новую работу. Но все, они уже не нужны. Очевидно, что, еще раз, той бизнес-империи, которую создавал Пригожин за счет тарифа безлимитной, из бюджета, ее уже де-факто нет. Но дальше просто такое разложение трупа этой организации. Субтитры создавал DimaTorzok